Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан налаживает сотрудничество с китайским производителем судовых двигателей. Летом в ВАЗе пройдет инвестфорум «Туркменистан is open». Межправкомиссия Туркменистана и Ирана провела переговоры по таможенным вопросам и другие новости. Представители судостроительного завода «Балкан» провели переговоры с руководителем китайской компании «Вейчан Холдинг». Стороны обсудили поставки оборудования и запчастей для сухогруза «Ниязов» национального торгового флота Туркменистана. В частности, туркменская сторона предоставила технические характеристики и чертежи главного двигателя и дизель-генераторов, необходимых для модернизации судна. Было отмечено, что оборудование должно соответствовать требованиям международных стандартов. Инвестиционный форум и выставка «Туркменистан is open» пройдут в туристической зоне АВАЗа 26-27 июня и будут направлены на привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику. Местом проведения форума, как ожидается, станет отель «Брекарар» на побережье Каспийского моря. В Тегеране прошло 16-е заседание межправительственной туркменно-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам. Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмед Гурбанов, иранскую – заместитель министра иностранных дел Ализера Бигдели. В Ашхабаде прошла встреча между представителями Туркменистана и Афганистана по вопросам расширения инвестиционного и транспортного сотрудничества. Как отмечалось, Ашхабад готов инвестировать в проект по увеличению пропускной способности стратегически важного сухопутного порта Тургунди на границе с Афганистаном. Также в ходе переговоров обсуждались вопросы активизации работы лазуритного транспортно-транзитного коридора и продолжения подготовки афганских специалистов-транспортников в Туркменистане. Объединение Туркменфильм имени Аугус Хана продолжает работу над серией документальных фильмов, посвященных 300-летнему юбилею Махтумкули-Фраги. На днях из командировки в Казахстан вернулась съемочная группа, в составе которой наряду с кинопилографистами вошли также представители науки, искусства и телевидения. Еще одна съемочная группа с 25 февраля по 3 марта работает в Кыргызстане над документальным фильмом о Махтумкули. Состоялась рабочая встреча ПАУ «Газпром» Алексея Миллера и руководителя государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшана Наджафа. Как сообщила пресс-служба российской компании, в ходе встречи стороны обсуждали текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в газовой отрасли. Швейцарская компания MicroMobile Systems представила серийную версию компактного электромобиля MicroLine Lite, ориентированного на юных водителей. Презентация прошла в рамках Женевского автосалона. В некоторых странах Европы управлять MicroLine Lite могут подростки с 14 лет, имеющих права на вопед. Максимальная скорость MicroLine Lite ограничена на отметке 45 км в час. Длина электрокара составляет 2,5 метра, а вес не превышает 600 кг. MicroLine Lite станет доступен в лизинг по цене 156 евро в месяц. Ашхабадская легкоатлетка Валентина Мередова обновила национальный рекорд Туркменистана в спринтерском забеге на 60 метров, доведя его до 7,47 секунды. Такого высокого результата Мередова добилась на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Тегеране. Этот показатель позволил ей войти в шестерку сильнейших спринтеров континента. Туркменский полузащитник Муса Нурназаров перешел в Кулябский Равшан перед началом сезона и сразу влился в основной состав команды. На днях Равшан впервые в своей истории выиграл Кубок Федерации Футбола Таджикистана, одолев в финале Хасилот со счетом 1-0. Победа в Кубке стала первым серьезным достижением Нурназарова в составе Равшана, который отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей на протяжении турнира. Отметим, что в чемпионате Туркменистана игрок выступал за команды Мерв и Шагадам. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга успешно завершил предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. В заключительном контрольном матче в Абудаби сини-белые-голубые встретились с ашхабадским Алтынасыр. Встреча прошла в закрытом режиме и завершилась в пользу российской команды со счетом 2-0. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал болельщиков из Туркменистана. Дорогие туркменские болельщики, большой вам привет из ОАЭ от дружелюбного клуба «Зенит». Рады будем видеть вас у нас в гостях и приедем к вам в гости. Удачи вам во всем! На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова